Гребля является одним из древнейших видов спорта. Она зародилась в 25 веке до нашей эры в Древнем Египте. Правда, тогда гребцы управляли небольшими скромными лодочками. Сегодня это роскошные байдарки и канои, а сама гребля уже больше века входит в олимпийскую программу. Уменьшить финиш, чтобы ничего не пропустить, у нас две лодки продолжают борьбу дальше. Это не Олимпиада, но сродни. За право провести международные соревнования такого уровня боролись десятки стран, но честью удостоился именно Алтай. Барнаульский гребной канал превратился сегодня в место встречи чемпионов мира, Европы и олимпийских чемпионов, которые приехали из разных уголков планеты. Комментирует эпохальные гонки главный спортивный комитета России Дмитрий Губерниев. Он признался, что больше всего болеет за девушек. Потрясающиеся девчонки, симпатичные, фигуристые. Я очень рад, что каноистки получили возможность быть на Олимпийских играх. И здесь, конечно, гендерное равенство, оно культивируется и весьма справедливо. Поэтому, если мужики в каное гребли здорово, то девчонки тоже взяли себе весло, встали на одно колено и гребут дальше. А девушки, кстати, сегодня в лидерах. Причем золото и денежный приз 8 тысяч евро завоевала спортсменка из Краснодарского края Олеся Ромасенко в паре с нашим земляком Андреем Крайтером. Крайтер Ромасенко! Вторая лада! Крайтер Ромасенко! Они пришли первыми на каное в спринтерской дистанции на 100 метров. Андрей Крайтер признается, что победить помогла рокировка. Напарницу он посадил сзади, а у всех остальных спортсменки были впереди. Это своего рода авантюра, это микс с женщинами, поэтому это больше все-таки весело, чем очень тяжело. В каное я пробовал женщины просто для каких-то тренировочных целей, а вот как гонка, это впервые и это очень круто, интересно. Посетил мероприятие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он пообщался со спортсменами, гостями и выразил большую надежду на этот турнир. Количество молодежи, которые, может быть, зажгутся идеей достичь вершин в этом виде спорта, конечно, многократно увеличится. Гонки сильнейших собрали полные трибуны. Зрители кричали «Браво!» и «Вперед!» именитым спортсменам планеты. А уже завтра, в заключительный день соревнований, состоится самая напряженная борьба, как для спортсменов, так и для зрителей. Легендам спорта предстоит преодолеть дистанцию в 350 метров, а болельщикам узнать, кто из них уедет на новеньком Хундай. Политина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.